У Гродня будет протягнутый проект, присвященный Перамозе в Великой Чыной войне. Так, у Калышским парку в городе Над Неманом продолжится высаживать молодых без. Все лето тут з'явятся 8 новых ватунков, которые попередние и носят имены герою Великой Чыной. Дорогие, это новый этап проекта «Без перамоги», который, по решению организаторов, будет поширен и присвящен с того годов Великой Перамоги. Когда мы предложили проект свой, посвященный 100-летию Победы, и назвав его «Сирень Победы – сад мира», нас с великой радостью поддержал Ботанический сад. Вышли на... утвержден этот проект на Президиуме Академии наук. Председатель Президиума высказал свое. Обратились в Россию, Казахстан. Они поддержали. Пакой же на месте, где беры початок аллеи Перамоги усталевывают памятный камень. На им с тягом часу з'явится дошка с адповедной информацией об масштабном и знаковым проекте. Установкой займаются вайнаслужащие 557-й инженерной брыгады, якая деслакоется у Гродня. Вышиня и шириня 8-тонного валуна прикладна 2 на 2 метра. Адметно, что и селета сад Перамоги будет дополнены новыми гатунками Безу. Увы, никуда тут расквятнеются больше сотни молодых дрылсов. За кожным садженсом организованы догляд школьниками областного центра. И пока тот ученик, тот школьник будет ухаживать за сиренью, которая сорт сирени маршал Жуков, или капитан Гастелло, или Зоя Космедемьянская, сорта сирени эти, защитникам Бреста, память о Колесникове, то преподаватель будет рассказывать об этом деле. И не только о том, за которым сортом сирени они ухаживают, а еще рядышком тут маршал Василевский, а и о нем. Так поступовая школьники Гродны, разом с советом ветерана у Ленинского района областного центра, а так само громадскими объединениями и администрацией района, продолжать створаться от мира, что станет подморком для подтримливания живой и квитнейшей памяти от Перамоги в Великой Айчиной войне советского народа. Азначим, что у першиню, у Каложским парку, были высаджены лепшие айчинные гатунки Безу еще у 2017-м. Субтитры создавал DimaTorzok